Всем привет! Наконец-то я добралась, чтобы сделать озвучку для видео, которое я записала еще в прошлом году, в 2018-м, зимой в Москве. Я тогда продала первый раз картину онлайн и была очень взволнована, чтобы упаковать ее достойно и чтобы она дошла до покупателя неповрежденной. Это, конечно, была большая радость, потому что, во-первых, эта картина была очень сильно раскритиковано в русских художественных сообществах. Все ругали меня за недостатки анатомии, хотя я ничего анатомичного не имела в виду и хотела просто передать ощущения. А сейчас я рассказываю о другой своей картине, она из серии «Антигравитация». Здесь такие миленькие существа сидят на такой древообразной спиралевидной ДНК, которая находится в параллеле селены, там всякие портальчики. Рыбы плавают, медузы плывут. Это цельная была создать умертвающую картину и самой, конечно, получить это удовольствие. И это другая моя картина «Хранитель времени». Здесь она еще немного надрисована, но, в принципе, она мне нравится еще на этом этапе. Но сейчас эти картины у меня рядом, и я хочу добавить в них некоторые рисировочки, улучшить их, возможно, потому что прошел год, и, конечно, мое мировоззрение и взгляд на живопись изменился после посещения всяких музеев, изучения классических каких-то образцов. В общем, немножечко уже хочется все поменять. Ну и, с другой стороны, я рада, что эти картины еще со мной остались. Возможно, я когда-нибудь сделаю выставку, и у меня уже будут какие-то картины, потому что для выставки нужно где-то 30-40 картин. А сейчас я рассказываю про то, какой у меня хороший холст, потому что холст я покупала в Беларуси, и в Беларуси действительно с художественными материалами очень легко. Ты можешь пойти в магазин и купить просто превосходнейшие материалы, льняной холст на подрамнике. Подрамник прекрасно выполнен, у него есть такие колышки, которые развегают картину. Это очень прочный материал, чего, допустим, нелегко бы найти в Аргентине. Я в Аргентине исследовала этот вопрос, какие у них есть материалы, что можно написать, какие-то картины. И у них в основном там хлопок, а хлопок, он менее прочный на картине. И потому что вот я когда-то покупала там в Таиланде эти хлопковые, там только достаточно прикоснуться, и уже у тебя картина рвется. А сейчас я упаковываю это в пленочку с пупырышками, которая у меня уже готова. Я уже одевала в нее картину, когда носила ее на экспертизу. То есть мне нужно было получить справку, что я могу отправить ее за границу. Это заняло почти целый день, и это стоило довольно дорого, там, долларов 50, кажется. Дальше на пупыльчатую пленку я надеваю скотч. Я обматываю скотчем картину вертикально и горизонтально. И это придает ей очень большую плотность. И тупым предметом теперь холст никак не повредишь, просто не искривишь. Если, конечно, острым, то, конечно, можно добраться. Но при падении на какие-то тупые предметы, никакой деформации поверхности не случится. Упаковывать картину – это отдельный такой завораживающий процесс. Когда уже все готово, и это как последний шрифт, эта картина попадет теперь в дом другому человеку и будет присутствовать в его жизни. Мои какие-то мысли останутся с ним. Это вообще очень прикольно. Вот теперь у меня картина полностью упакована. Я довольна, как получилось. Добавила туда небольшой принтик с сообщением. Теперь нужно обернуть картоном. Картон нелегко достался. Когда я переселилась в Москву, в Москве, конечно, все доступно, но раньше мне было непонятно, где всякие такие штуки брать. Во-первых, это строительные магазины. А во-вторых, вот эту карту я непосредственно купила в ГИПа. И вообще это было никаких проблем. Просто я пришла, поискала, где возможно, спросила, где у них картонные коробки. Но они были какие-то тонкие, мне они не понравились. Потому что плотность недостаточная. То есть я боялась за свою картину и добавила еще одну коробку, то есть две коробки. Но их складывать было довольно тяжело, поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи. И вот уже Александр Сотников помогает мне запаковать эту картину. Он же и оператор этого видео. И при помощи физической силы он справился с этим. Потому что мне было это тяжеловато, тем более в положении. Вообще, конечно, идеально было бы иметь упаковку такого же размера. Но самое главное, что потом я узнала, что картина дошла без каких-либо повреждений. То есть это уже было признание и награда, что все хорошо прошло. Все наши усилия не пропали даром. Дальше эту коробку тоже мы заматываем еще дополнительным скотчем. Можно было бы, конечно, там полностью-полностью, но она и так уже очень плотно сидела. И я думаю, что даже если скинуть эту картину со второго этажа в такой упаковке, то ничего с ней не произойдет. Так, картина практически уже упакована. Вот, надеюсь, что мне придется еще одну картину упаковывать. Тогда, возможно, я уже подберу какие-то конкретные упаковочные материалы. Но и это было довольно-таки хорошо и достойно. Потому что иногда ты находишься где-то, тебе там нужно срочно уже отправлять свой рисунок, потому что ты уже затянул там с отставкой. И ты идешь, ищешь, где можно достать картонку. Один раз в магазине Леонардо я искала, чтобы картонку, ну, чтобы послать. И девушка, которая там работает, вот, консультантом, она просто принесла мне из кладовки какую-то коробку, я дала. Я вырезала из нее картонку, которая мне была нужна, и отправила так. Вот, и я очень довольна, как у меня получилось. И теперь необходимо еще это все замотать в краб-бумагу, потому что просто так ты не отправишь. Есть определенные требования к посылке. Вот, и причем, даже придя в первое отделение, у меня не получилось отправить посылку, потому что есть специальные отделения, которые на крупногабаритные посылки берут. И причем это еще не только крупногабаритные, но и нестандартные. Вот, и классно было.